Фельдшерско-акушерский пункт деревни Хлюпина включили в план инспекции главы по итогам прямого эфира. Накануне в студию ОТВ позвонил Александр Ковалев, который пожаловался на отсутствие в деревне доступных лекарств. Аптечный пункт в Хлюпина открыли на следующий же день. Он расположился рядом с действующим ФАПом. Теперь полторы тысячи жителей будут иметь возможность не только приобретать, но и получать лекарства, положенные по льготе. Также в новом аптечном пункте предусмотрена система 5-процентной скидки для пенсионеров. Александр Ковалев поблагодарил главу района за столь оперативное решение проблемы. Сначала была тема такая, что пусть какая-то выездная аптека, раз в неделю, когда-то приезжает и что-то какие-то, лекарства. Но это не вариант, это не есть хорошо. Вот это вариант. Да и неудобно, особенно по жилому населению, тем, кто льготами пользуется. И в Голицыно не доедешь, да. Фельдшерско-агушерский пункт в Хлюпина – филиал Голицынской поликлиники. В нем расположены кабинеты стоматолога, педиатра и фельдшера. В распоряжении специалистов уникальная разработка – кардиоджет, портативный электрокардиограф, позволяющий оперативно снимать и обрабатывать показания ЭКГ. Далее Андрей Иванов проследовал в Захаровскую муниципальную сельскую библиотеку. Это уютное, просторное учреждение, местный культурный центр. Специалисты, работающие здесь, люди творческие, регулярно принимают участие в губернаторской премии «Наше Подмосковье». В библиотеке ведется работа не только со школьниками и дошколятами, но и людьми преклонного возраста. Открыты курсы компьютерной грамотности. Деревня Хлюпина славится и своей спортивной школой «Орион», которая была открыта в 2006 году. Тэквондо, футбол, волейбол, пулевая стрельба. В спортшколе есть свои юные звездочки, которые принимают участие в международных соревнованиях. В ходе инспекции территории Андрей Иванов в сопровождении главы Захаровского поселения Марии Мотылевой заглянул на детскую площадку близ 28-го дома по улице Заводская. Игровой комплекс, зона воркаута, даже огороженная территория для сушки белья – это современный подход к благоустройству территории. Это единственный кусок земли, который мы нашли в Хлюпино, который не принадлежит Хлюпинскому заводу «Стройполимер», а является неразграниченной муниципальной собственностью. А почему они не передают вам? Трудно сказать. Обратиться напрямую к главе с волнующим вопросом жители поселения смогли в культурном центре «Огонек» села Введенское. В здании ДК реконструируются, на втором этаже ведутся ремонтные работы по отделке классов для дополнительных занятий. Жителей волновало многое – проблемы с поступлением в местную школу, относящуюся к Звенигороду, открытие почты и местного ФАПа. Так когда же у нас все-таки будет ФАП? Мы говорим про село Введенское. Про село Введенское. Андрей Иванов заверил, что при решении земельного вопроса открытие фельдшерско-акушерского пункта не займет много времени. Следующий ключевой объект – поселок городской больницы номер 45. Медучреждение планирует передать введение 10-го территориального управления Минздрава Московской области. В больнице в следующем году как раз 85 лет исполняется. Достаточно такой сплоченный, опытный, профессиональный коллектив. Мы оказываем медицинскую помощь по профилю пульмонологии, аллергологии на сегодняшний день и реабилитации пациентов. А реабилитация после чего? Реабилитация как пульмонологических пациентов, так и кардиологического профиля после операции. На конструктивный диалог главу ждали и в поселке «Летний отдых». В здании Захаровского дома культуры собрался местный актив. Пенсионеров интересовала ситуация с социальными магазинами и льготным проездом. Были озвучены вопросы по оплате услуг ЖКХ и состоянию воды. Глава поселения Мария Матылева отметила, что в бюджете заложены средства на строительство станции обеззараживания. Место действительно очень культурно ценное для нас. Много проводим фестивалей, различных праздников, не только нашего районного масштаба, но и уже вышли на общероссийский, а где-то и международный уровень. В дальнейшем планируем развивать также активно все эти парковые зоны, музеи, зоны активности вместе с главой поселения, вместе с теми людьми, которые занимаются здесь культурой. Сейчас вносим изменения в генплан. Проектируем как раз зоны, моделируем, собственно, это будущее развитие, проектируем зоны как раз для развития культуры, туризма, некого паломничества культурного. И уверен, что за этим будущее. В завершении инспекции глава района посетил еще одно лечебное учреждение – филиал Голицынской поликлиники в поселке Летний отдых. Прежде он находился на втором этаже торгового центра. Осенью 2015 года поликлиника открылась в новом здании уже на первом этаже. Оснащенная и укомплектованная. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».